Сегодня я подумала, что самое время отправиться в гости к какому-то человеку, который хорошо знает Ты и певица, и актриса, и ведущая, и блогер, ну в общем, и сейчас модельер уже практически, да? Да, да, есть такой вот Так, ребят, к нам сегодня пришла посылочка такая вот маленькая Так, ну, начнем, наверное, с нашего плана, да, это планировка, на которой мы остановились У Лены было 4 варианта разных Слушай, а сколько мне сейчас интересно тебе YouTube платит вот, ну, в месяц ты смотришь какие-то начисления? За рекламу Так, ну что, посмотрим, что у нас через неделю произошло На сегодняшний день нужно быть личностью от и до Не, что теперь, Юля, писать о стройматериалах? Кому нужны эти смеси? Ну что, друзья, сегодня я подумала, что самое время отправиться в гости к какому-то человеку, который хорошо знает все о собственном продвижении через социальные сети К какому-то классному блогеру, к человеку, который может дать нам реальные рекомендации, каким образом продвигать себя, каким образом делать так, чтобы твой бизнес смог продвигаться через личный бренд И я не нашла никого лучше, чем прекрасную, молодую, классную Диану Глостер Диане 24 года, но я уже не знаю, сколько лет она занимается на самом деле блогерством, потому что на ее YouTube канале сейчас около 250 тысяч подписчиков Которых, между прочим, она никаким образом специально-то и не нагоняла То есть просто делала то, что она любит, делала, начинала это делать несколько лет назад, когда алгоритмы были несколько другие И это, кстати, очень важный момент, потому что мы зачастую всегда думаем, как люди так набирают себе подписчиков, откуда это? Дело в том, что когда что-то появляется и когда кто-то первым начинает что-то делать, то все происходит само по себе Ты не до конца понимаешь, что ты делал, почему-то появляются подписчики, а ты просто делаешь классный контент, и все логично Когда все остальные просыпаются и начинают делать то же самое, все усложняется Поэтому иногда важно просто быть первым, важно просто делать что-то классное, и ты будешь попадать в тренды Но все же, что делать тогда, когда конкуренция есть и когда хочется продвигаться И каким образом сегодня мы можем использовать социальные сети для того, чтобы лучше продавать свои товары, свои услуги Для того, чтобы делать это через свой личный бренд В общем, со всеми этими вопросами и массой другими я решила отправиться в гости к Диане Которая сейчас открыла свой шоу-рум с одеждой, которая на самом деле является и певицей, и актрисой Она снимается в сериалах, в реалити-шоу, она телеведущая В общем, 24 года эта девочка натворила каких-то сумасшедших вещей И что самое крутое, она очень мудрая У нее более 100 с лишним тысяч подписчиков в инстаграме И каждый день она личным примером показывает, что, блин, неважно сколько тебе лет, ты все можешь Поэтому сегодня с Юлией Гайворонской, тоже блогером, мы отправимся к ней для того, чтобы задать ей все вопросы Так что слушайте внимательно, потому что сегодня классный блогер расскажет вам, как стать известным И как благодаря этому зарабатывать деньги и продвигать свой бренд Потому что свои платья, свою одежду Диана сейчас продает именно благодаря тому, что ее бренд широко Ее личное имя широко известно в интернете В общем, я много наговорила, поехали и будем, собственно, знакомиться с ней лично Так, друзья, ну сегодня у нас очень классная компания Я вам уже говорила о Диане Вот она, собственно Всем привет И сегодня мы с Юлей пришли для того, чтобы Диана поделилась с нами и с вами прежде всего тем, каким образом сегодня мы можем использовать, развивать свой личный бренд Для того, чтобы продавать свою одежду, для того, чтобы продавать те товары, которые мы делаем И вообще, какая есть между этим всем взаимосвязь Да Да Слушай, я на самом деле восхищена, потому что тебе сколько, 24? Да 24 Во сколько ты стартанула? Именно с брендом одежды или с блогом? Вообще, вот с блогом, потому что у тебя такая история, ты и певица, и актриса, и ведущая, и блогер, ну в общем, и сейчас модельер уже практически Да, да, есть такое То есть у тебя очень яркая история, ребята обязательно посмотрят, ну почитают, а тебе больше, потому что об этом бесконечно можно говорить У тебя всего 24, обычно в этом возрасте все сидят, ковырятся в носу после института и говорят, да, там, ну вот теперь нужно начинать У тебя уже как бы все давно началось Мне кажется, наоборот, мне уже 24, а я еще не У меня постоянно с этим проблема Я начала заниматься блогом, сейчас скажу, где-то в 2013 году, но это были какие-то такие попытки просто для себя выложить какой-то ролик А вот серьезно, я где-то с 2015 начала этим заниматься, то есть вот последние три года я прям основательно занимаюсь своим блогом и всем тем, что сопутствует, сопровождает, скажем так У тебя 240, по-моему, тысяч подписчиков на ютубе Да, уже почти 250 тысяч на ютубе, на одном канале и недавно я открыла второй Ты делала что-то специальное, ты занималась коммерческой рекламой или все органика, каким образом ты работала над этим? Мне очень жаль, что нет, потому что я не знала, как это делается на сегодняшний день Я как раз готовлю рекламную кампанию, потому что я хочу теперь заказать именно коммерческую рекламу для того, чтобы продвигать свой блог и набирать дальше подписчиков Но до этого я это делала все органическим путем и, к сожалению, опять же, потому что на сегодняшний день у меня могло бы быть больше подписчиков, я это реально понимаю, но я не знала просто инструментов, не знала, каким образом это сделать Кто твоя аудитория? Потому что на ютубе том же, да, аудитория очень разная и, например, на некоторых темах собрать миллион практически невозможно или гораздо сложнее, чем, например, на хайпе У меня такая тема, например, на которую не соберешь миллион, потому что миллионники это, как правило, какие-то или фриковые больше ребята, или это какой-то хайп, там, я не знаю, какие-то шутки, юмор, развлекуха какая-то Но у меня тема другая, у меня мода, стиль на одном канале, и на втором канале у меня лайфстайл, и это не собирает миллионы, как правило Я снимала видео, вот я последний раз смотрела, как можно, женщина ходит без лифчика Я, кстати, тоже вчера посмотрела Это хайповая тема, я вообще такой не знаю Нет, просмотров у этого видео много, да, но миллион подписчиков не соберешь Ну, твоя аудитория это девчонки, правильно? Девчонки моего возраста и старше, то есть это где-то, ну, скажем, основная аудитория у меня от 18 лет до 35, это моя основная аудитория Вот, потому что, ну, я вот когда посмотрела, тебя полистала так, то есть ты подружка, причем достаточно умная, такая старшая сестра, я бы сказала, именно старшая не с точки зрения возраста, а по подаче Потому что, несмотря на твои 24, вот мне 35 будет, ужасно Вот, у тебя очень, очень классные взгляды, вот такие, как должны быть у нормальной девочки, да, вот Спасибо, ну, я и есть старшая сестра, просто у меня 4 младшей сестры, и, видимо, это ощущается постоянно А ты самая старшая, да, среди? Да, я самая старшая, у меня 4 еще маленьких Ну, я видела твоих сестренок, это, конечно, маме отдельный поклон Спасибо, она скоро придет, кстати Мама шикарная, просто, я не знаю, как она их выдавала, через какое место Мне кажется, она их так раз и просто выдавала Было бы неплохо Не, очень круто То есть у тебя это случилось как бы, ну, случайно, изначально, да, вот когда блогерская тема? Блогерская тема, ну, скажем так, есть некое до и после, потому что, когда я начинала блог, я просто училась в Лондоне, мне было дико там, одиноко, грустно Я всегда мечтала стать актрисой, певицей, вот заниматься творчеством Конечно же, с моим акцентом мне везде говорили там нет сначала И мне нужен был какой-то творческий выход И я тогда смотрела сама блогеров других, которые были на тот момент такими топовыми И я смотрела их, а потом мне стало просто скучно Я думаю, блин, я же могу тоже и могу не хуже Вот, и я достала камеру и начала просто снимать дома эти видео Какую камеру ты достала? Что это было? У меня был Canon Самое удивительное, это то, что у меня лежала камера, зеркалка хорошая Canon, которую мне когда-то собрались друзья и подарили, потому что мне хотелось фотографировать И она у меня лежала, ну, полтора года точно Вот просто лежала, я даже не знаю, зачем я взяла ее с собой на учебу Ну, видимо, вот, это судьба была, чтобы я ее взяла и начала видео И ты научилась сама монтировать? Сначала я научилась вставлять камеру, потому что, когда я смотрю сейчас свое самое первое видео, я его уже скрыла, по-моему, оставила только смешные моменты там в одном видео Это выглядело примерно так У меня был объектив, который можно, ну, регулировать, знаете, то есть делать собой портретником А я оставила как есть, шириком, и поставила его, у меня вот такая голова просто, красная помада И это очень забавно, мы ржем каждый раз, когда это смотрим И поэтому я вот училась вставлять камеру, сначала мне казалось, что и так неплохо Вот, у меня была синяя картинка, потом я научилась монтировать, сначала в iMovie, потом я купила программу Final Cut То есть, ну, это все было методом тыка, я везде там тыкала, собирала, спрашивала где-то, на YouTube смотрела туториалы И вот так вот научилась монтировать Когда ты поняла, что это может приносить деньги, да, потому что, ну, многие люди чем-то занимаются и не могут это никак монетизировать Или не думают, вот как вот, мне очень интересно вот эта тема твоя все-таки, ну, с деньгами Когда ты поняла, что это может быть прибыльно, это может быть бизнесом Ну, первым моим шоком было, когда где-то у меня было, я не знаю, 2000 подписчиков на YouTube, но они у меня очень быстро, я помню, набрались для меня Это было шоком, при том, что я никому не рассказывала, что я снимаю видео, мне было очень стыдно И когда мне впервые прислали сообщение, что мы хотим подарить вам футболку, а вы ее просто покажете в видео, я так напряглась, я думаю, как это, что произошло только что? Я думаю, нифига себе, мне дарят футболку, невозможно, и мне не надо за нее платить, и мне просто надо ее на день на себя показать Но это действительно было шоком, потому что я не знала вообще, что люди на этом зарабатывают или что-то получают И я помню, что я с удовольствием согласилась на эту футболку, а потом мне еще прислали свитшот с надписью Dior китайской И я безумно была рада, и сначала я работала все время по бартеру, потому что я думала, насколько это прикольно Ну и знаете, когда дорываетесь до чего-то такого, это кажется настолько крутым, что вот заоблачные просто какие-то гонорары для меня этими свитшотами И со временем, я когда стала уже общаться с другими блогерами, до меня дошло, что можно зарабатывать на этом деньги И по сути, я даже сначала не знала, как цену сформировать, потому что до сих пор никто не знает, как на самом деле формировать цены Но я вот спрашивала, сравнивала, допустим, по количеству подписчиков, формировала какую-то свою цифру и начала зарабатывать Сколько сегодня у тебя реклама стоит на ютубе? На ютубе у меня стоит интеграция от 700 долларов в одном видео, и все зависит на самом деле от множества вещей Так, вот С этого момента я предлагаю обсудить вопрос Я, кстати, нигде этого не говорю, никто не знает, но... Не, ну это же информация, естественно, что каждый имеет какие-то свои там прайсы, свое видение У меня, например, тоже нет конкретной суммы, то есть все зависит от того, что предлагают, как предлагают Но вот у меня наконец-то появился этот порог от, потому что до этого я тоже могла, там, мы за 300 долларов снять, за 500 и так далее Но я, во-первых, отвечаю за качество своего контента во всех отношениях У меня есть оператор, который меня снимает, у меня есть, наконец-то, девочка, которая монтирует И я больше не убираю над этим монтажом, вот И у меня есть определенные критерии, по которым я там не работаю с какими-то брендами Или не позволяю, чтобы мне садились на голову или меня оскорбляли каким-то образом Поэтому вот если сложить все эти, скажем так, компоненты, то вот я сформировала свой порог какой-то Иногда я делаю какие-то скидки, но это если вот мне бренд очень сильно нравится Или это какие-то мои там друзья, знакомые, которые занимаются бизнесом Можно вопрос? Конечно Так, вопрос номер Так, вот как только зашла тема про деньги, сразу все встало интересное Не, ну наше бизнес-шоу, понимаешь, конечно, всем интереснее Первое, это как часто ты сейчас считаешь, что нужно выпускать видео начинающим блогеру? То есть это раз в неделю, два раза в неделю? Очень часто, каждый день, вот серьезно На сегодняшний день алгоритм Ютуба такой, что чем больше ты что-то выставляешь, тем больше тебя показывают твоим же подписчикам Ну то есть это абсурд, но это так и есть И получается, что при такой конкуренции Ютуб должен все время видеть, что твой канал в активности Постоянно все происходит В настоящем так же и Ютуб? Да, да, 100% Длительность видео какую-то рекомендуешь? От 10 минут То, что короткие видео хорошо заходят, это да, но есть такая штука, как монетизация канала И Ютуб должен понимать, что он успеет показать рекламу на твоем канале, на твоем видео И если ты делаешь слишком короткие ролики, то порой рекламодатель не может даже вставить туда вот свою рекламу Если же у тебя от 10 минут, то, соответственно, есть всегда шанс, что люди не 3 минуты задержатся на твоем канале, а дольше И чем дольше они задержатся и ты сможешь удержать, да, это так и называется удержание аудитории Чем дольше ты их сможешь задержать, тем лучше для твоего канала, для просмотров и для рейтинга Так, друзья, мы сегодня с Леной решили немножко рассказать вам о процессе нашего ремонта А то мы все время показываем с тобой только эту комнату, где все пыльно и грязно У нас уже на самом деле много всего готово Уже все готово Уже все готово, как так быстро? Так, ну, начнем, наверное, с нашего плана, да, это планировка, на которой мы остановились У Лены было 4 варианта разных, вот, показала 2, сказала 4 Но это, собственно, тот, на котором мы остановились Давай, потыкай, расскажи, что он делал Так, у нас самое главное, что было, чтобы у нас был большой стол переговоров, за которыми можно было обсуждать все задачи То есть это центральное место, которое мы выдаем в столу переговоров, встреч, для съемок Да, то есть, ну, как бы, он должен быть в центре, должен размещать 8-10 человек без вопросов И чтобы был удобный, красивый, замечательный и... И крепкий, если вдруг захочется танцевать Сейчас очень много я смотрела, там, комментариям началось даже, что лофт, лофт устарел Да, кстати, как вы можете откомментировать, Елена, устаревший лофт? Устаревший лофт, ну, лофт у нас точно не получится У нас будет элегантный лофт Так как у нас клиентка элегантна Она не как все В чём прелесть лофта? Украсить какими-то интересными решениями Очень простое помещение, используя кирпич и бетон Поэтому, если есть возможность, конечно, натурального кирпича, как у нас Посмотрим, что у нас из этого получится Ну, не использовать грех Но в нашем концепте многие детали и декоры, которые мы взяли Они из другой совсем стилистики Они намного выше качеством и дизайна, чем употребляется в лофте И поэтому, что получится, оно будет, ну, эклистическим, интересным решением Ну, посмотрим, что получится Почему? Потому что у нас офигенные партнёры Ты вообще ожидала, что вот так много тебе можно будет выбирать И выбирать такие классные компании? Если честно, нет То есть ты думала, что никто не захочет со мной работать? Нет, но, во-первых, не то, что он не захочет или что-то Это очень сложно всегда Получить тот именно товар, который ты хочешь Не то, что там выбирать из какого-то там ассортимента Что у нас там на распродаже есть Или с прошлой коллекции Или что-то, ну, не поставилось какой-то объектик А вот, ну, может быть, вот это как бы Но когда начался шквал таких и звонков, и писем И именно тех, которых, работы, которыми я иногда даже не могу себе позволить в проект Потому что они дорогие То есть оно, понимаешь, как вышло Для меня это было удивительно Серьёзно А мне было так приятно Ты просто этого не понимаешь, как приятно Потому что ты не осознаёшь ещё тех моментов Которые, как бы, те моменты, которые Ну, что тебе предложили из самых сливок Сливочные девочки Это отдельная благодарность Потому что я первое, с чем я вот столкнулась Это с тем, что все, с кем мы стали работать Этим мы сейчас вам расскажем обязательно Уже Это то, что лёгкие достаточно контакты были То есть вот обычно как-то всё так долго Все люди там, ну, да, вот хочешь купить Ни хрена не можешь купить А тут как-то всё раз И уже у нас почти всё на руках Ну, если честно, это как сказка Вот раз-два и превратилась в сказку То есть, ну, я серьёзно Я не ожидала, ну, такой, как бы, интерес к этому проекту Для меня, во-первых, было очень удивительно Необыкновенно Что многие мои друзья, архитекторы, дизайнеры Знают, кто такая Ермилова Привет! Смотрят, подписаны на неё И страдают этой фигнёй То есть, ну, если... нет Я не знаю, что... Нет, ну, не фигнёй в плане фигнёй Но, как бы, для нас всё равно Архитекторы и дизайнеры Это, там, профессиональный опыт Там, прохождение семинаров, тренингов Про обучение или что-то А здесь такой, ну, человек, который вообще С другой планеты даёт какую-то информацию И, оказывается, люди тебя знают В этом ещё подписано уже несколько лет Как мне там одна написала Необыкновенно И плюс ещё и в работе-то используют Видишь, как мы полезны друг другу, оказывается Ну, я не знаю Ну, мне, кстати, очень тоже понравилось Что, знаешь, за последние пару месяцев буквально Я узнала тоже, что меня смотрят такие Вот, как ты говоришь, удивительные люди То есть, это очень круто, ребята Значит, мы делаем хороший контент И вообще мы делаем что-то хорошее Так, значит, мы с тобой сейчас разбодяжили всю комнату У нас уже заканчиваются работы по кирпичу И давай сейчас я хочу немножечко Чтобы мы показали ключевые вещи, да? Да, давай по дизайну Дизайн-концепт Так, что у нас есть в природе Это кирпич То есть, от чего мы отталкивались Нету, конечно, такой высоты потолков Как катилась Нет этих орочных необыкновенных окон Как индустриальные фабрики Но кирпич есть Пол мы решили сделать Бетон, наливной То есть, партнёр есть Замечательный Потом обязательно нужно фотографию партнёра показать Не то, что тот товар, который он предлагает А фотографию партнёра, как оно выглядит Ну, это будут видео, Сандра все увидит шикарное Здесь вообще тоже была сказка А ведь мы привлекаем только красивых людей Да Те элементы, которые у нас сейчас в дизайне-концепте Они все соответствуют То есть, единственное, что вот эти лампы Которые из жестянки мы заменили на необыкновенные керамические Ручной работы Которые будут жемчужинкой нашей интерьера Стулья В несколько раз даже лучше, чем на картинке Мы нашли партнёров, которые предложили Даже у друзей Считается уже у друзей всех Да, прожекторы Какие-то интересные элементы Которые можно и в рабочем режиме использовать Те же маркерки на доске Какие-то ватманы То есть, это декорации мы сейчас немножечко Оставили на следующую неделю Чтобы этим заняться Чтобы процесс как бы полностью Запустить из продукции Со всеми договориться Обсудить по срокам А уже будем потом заниматься Какими-то элементами Так, подбор материалов Ну, собственно, уже это использовала, да? То, что у нас есть Да, все моменты, которые вот сейчас уже Оно согласовано У которых есть уже как бы и срок по поставке И по изготовлению Оно всё существует У нас единственный момент, который пока остаётся ещё открытым Это диван, друзья Да, диван Уже у нас есть одно предложение С 50% скидкой Которую мы хотим Но Оля решила ещё немножко подождать Дать возможность А вдруг мы найдём кого-то волшебного Да, волшебного То есть, диван существует 50% скидки нам даёт Но вот мы ещё немножко Ну, такой проект Который вообще делается Такой синергией Знаешь ли У меня уже столько планов Благодарности нашим партнёрам Что мне всё-таки очень бы хотелось Чтобы диван тоже появился Чтобы эта синергия сыграла ещё больше Потому что это, ну, мега Да, этажерки Журнальные столики Вешалки Стенды Всё, что вот связано Дерево и металл Всё это предоставляет Наши необыкновенные друзья-партнёры У нас так много Давай вот посмотрим меморь Я немножко тут сохранила, да Из того, что у нас есть И поговорим Значит, у нас есть стол Который нам делают Общенно из двух частей Да Значит, одни ребята делают Подрядчики у нас Вот этот необыкновенный стол Из двух частей Это будут две доски Обработанные Пропитанные Специальным матовым лаком Пропиточкой Это целое производство Я даже, я написала ребятам Я говорю, ребят, расскажите Как, чего о вас говорить Потому что Говорит Сейчас некогда Мы отдадим стол Потом Поэтому нам тоже Дайте сначала Посмотрите на результат Говорит Такого мы ещё не творили Но Результат, я думаю Что будет хороший И плюс опоры Нам делает совсем другая компания Которая занимается Металлконструкцией Да, это Драмель Вот они Сейчас я покажу Хочу Тут у нас много всего Драмель Известная достаточно компания Они нам дают Тоже очень много Это, во-первых, наверное Одна из первых компаний Которая стала делать Вот такой Простой скандинавский интерьер В деталях Именно вот того Что не хватало На нашем рынке Ребята делают серии Запускают На ожидании От трёх дней До недели То есть вообще Очень быстрое То есть Ну как бы для меня Это большой плюс Что можно Это использовать Кстати Вот мудборды Наверное Один из моментов Которыми они прославились Да Но первое С чем они На рынок вступили Это вообще были Кровати Которые были На Палетных досках Если ты помнишь Те палеты, которые разгружали Там магазинок Видите Вот торговые суммы Вот они просто Поставили на неё Матрасик И продали Как за такое Ну первые заказы Именно такое было Вот потом они Вот вошли В эти смутбордами Очень классная штука Она есть там В разных цветах Они сейчас уже Её запускают У нас здесь Здесь большое Да Здесь у нас будет У нас здесь У нас тоже будет Потом вторым этапом Перезагрузка Чёрный цвет у нас В большой комнате В переговорной И белый цвет у нас В кабинете Который остаётся здесь Да То есть Ну как бы Очень удобно Очень классно И используется Смотрится очень хорошо Ну они много нам Очень всего дают Мы обязательно Потом всё покажем Потому что там Какой списочек Нужно смотреть пока детально То есть рассказывать Показывать И если как бы По продажам Ну ребята Одни из самых Приятных сцен То есть если да Ну вообще мне показалось Что Саша очень приятный Человек такой Как тебе было Общение Александр Да Он очень хотел С тобой познакомиться Да Видишь Познакомился Я ему ещё написал В письме То что ты увидела И тебя тоже интересно Зацепило Да То есть Ну как бы Нет Когда ребята живут этим И оно чувствуется Когда ты вкладываешь душу В свою работу Когда ты каждый стульчик Показываешь Этажерочка Где что чего То есть Ну это Большой плюс Конечно Слушай А сколько мне сейчас интересно Тебе ютюб платит Вот Ну в месяц Ты смотришь Какие-то начисления За рекламу Я партнерилась Нет Не с Эйр У меня был Стайлхол И я с ними Разорвала контракт Потом у меня была Ещё такая В Израиле находится Партнёрка Я даже забыла Как она называется Мы с ними расстались Они берут очень большие проценты И я не вижу в этом Ничего не дают Они ничего не дают Они очень много обещают Я не знаю Как Эйр Я не работала с ними Но Знаешь мне Эйр Недавно написал Ну мы же девочки Мы имеем право обсуждать В конце концов Летничать Мне тоже написали Прислали огромный контракт По которому Они имеют право Передавать мои видео Там третьим лицам Они имеют право Ставить туда рекламу Короче Они имеют право На всё Мне за это Внимание Пообещали сделать шапку На канал Класс Класс Я тоже сразу же сказала Берём А вот И сказали Что могут проконсультировать Меня по отношению Того какой контент Мне создавать Я страшно обрадовалась Конечно же Подумала Что вау Это мой шанс Я не помню Сколько там им нужно Откатывать Но мне кажется Вот эти вот Какие-то вещи Очень странные Возможно Начинающим блогерам Это очень даже полезно Потому что Когда ты только начинаешь Ты не знаешь Вообще Но начинающему блогеру Ты не интересен Они берут там тебя От какого-то количества Подписчиков Нет большого количества Я скажу Что у них же есть И свои академии И так далее То есть Если ты уже Переступил этот порог Обычно Это небольшой порог Там допустим 3000 подписчиков То все равно Я уверена Что эти люди Еще нуждаются В консультации Ты давно не была Новичком И вот я сейчас Столкнулась У меня есть девочки Новички на ютюбе И сейчас Набирать подписчиков Очень тяжело То есть люди Вот даже сотку При том что Они льют нормальный контент Все очень тяжело набрать Вот то есть Стало гораздо Ты наверное видишь И по своему каналу Что раньше прибывали люди В гораздо большей активности Я тоже это вижу К сожалению Как бы Вот поэтому Не знаю Мне кажется Когда вот этот первый путь Всегда Любой бизнес Когда начинаешь Страшно Как пошить одежду Мне боже Мне всем нужна команда Как только ты пошил Там первую свою линейку Ты уже понимаешь Что ну все нормально Ты все понял Как бы уже основное Поэтому уже кому-то Отваливать денег Не очень хочется Есть такое На ты или на вы На ты Ну общаться с подписчиками Вот ты вообще Делаешь канал Свой личный канал Почему лицо бренда становится На ты или на вы Как считаешь Я предпочитаю на ты Потому что всегда Есть некая близость Тогда Хотя бы вот эта иллюзия Близости Потому что когда на вы Это очень странно Тем более когда молодая девочка Да Много было видео Которые внутренне Вот ты поворолась с собой Чтобы вот Я же знаю Что люди которые очень смотрят Они могут например Записать видео И не нажать Знаешь Выложить Вот этот момент Как перейти Видео про то Почему нельзя ходить без лифчика Я скрывала три раза За три дня Потому что За этот период Я поссорилась ужасно Со своей сестрой Я поссорилась ужасно Со своей лучшей подругой С которой мы вообще Навсегда поссорились И меня так начали клевать Что я постоянно Вот то скрывала То открывала Но Потом я села Выдохнула Без эмоций И поняла Что мой месседж Который я хочу донести людям Он гораздо важнее Того Той красоты И грязи Которую на меня льют Поэтому Я Все-таки Приверженность того Что надо не бояться этого И Да Я иногда боюсь Выкладывать какие-то видео Но я их стараюсь Сделать больше При этом Потому что Как правило Тебя начинают Оскорблять И возмущаться Когда ты цепляешь Те темы На которые люди Не хотят говорить На которые они Не готовы говорить Или они не хотели Задумываться И признаться себе Что блин Да Я даже не думаю В своей жизни О том Что я могу Себе навредить И я не хочу Об этом задумываться Потому что легче Жить себе просто Да и все У нас уже мозговый штурм Собрался У меня есть Ютуб-канал Да На котором В основном Упор создан На игрушки О сексе Для секса Я только несколько Видео Рискнула Сказать о сексе Потому что У меня внутренний Боя Что в игрушках Я очень хорошо Ориентируюсь А о сексе Надо быть Каким-то Не знаю Опра и Винфри Чтобы говорить О сексе На ютубе Я вижу Людей Которые снимают Мне не очень нравится У меня тоже Чисто Я понимаю Что я его могла Сделать Но внутри Я не могу Себе перебороть Любую игрушку Я снимаю О сексе Или в свою жизнь В блог Не могу начать Это как будто Барьер Это просто Внутри меня Или это может быть Интересно людям Я не могу Пойти Доктор Скажите мне Как тестировать Но у тебя Очень специфическая Просто тема Например Во-первых Я бы не смотрела Видео об игрушках Или про секс Я в принципе Считаю Что это темы Достаточно Интимные И их очень тяжело Подать Большому кругу людей Допустим Если американских Блогеров посмотреть Есть несколько блогеров Которые снимают О сексе Но они в принципе По-другому Относятся к этой теме У них каждая песня О сексе У них все О сексе И я Мне кажется В этом видео Сказала слово Секс Уже такое Запредельное количество Раз Которого я никогда Не делала Но суть в том Что это действительно Тема Которую сложно Подать На территории СНГ И нужно Учитывать Всегда Какие-то Какую-то Специфику Менталитета Что ли Восприятие Людей Информации Потому что Даже когда я Свои безобидные Видео Очень полезное Записывала о том Почему вредно Ходить без лифчиков Потому что Действительно Это для здоровья Плохо И по моральным Каким-то Принципам То люди Были не готовы Это слышать И они услышали То что Они хотели Услышать Мои слова Перекрутили 20 раз И писали Там вообще Дикие вещи Но при этом Нужно понимать Что это Особенности Менталитета И нужно Это учитывать Ну нужно Прямо Заострять На этом Внимание И думать Каким образом Преподести информацию Можно конечно Сказать Я вот такой Я классный И я буду На этом Зарабатывать Подписчиков Что все Будут против Это тоже Работает Хейт Он работает Еще круче Чем Какие-то Добрые Хорошие вещи Но тут Нужно Выбирать Уже какую-то Темную Или светлую Сторону Поэтому Вот такую Специфическую Тему Конечно Придется Прям Пробовать Разными Способами Подавать Для того Чтобы понять Когда аудитория Реагирует И принимает Ее Понимает О чем Идет Вообще Речь Давай поговорим О том Каким образом Все-таки Предпринимателю Человек Который Занимается Бизнесом Каким-то Который Ему Нравится Классно Каким образом Ему Это подавать Отнести Ну Ютуб Такая Тема Рабочая Скажем Так В плане Того Что Не рабочая Трудозатратная Поэтому Инстаграм Сегодня Гораздо Более Простой Все-таки Да Потому Что Для Ютуба Мы Все Знаем Сколько Нужны Времени Силы Энергии И Таланта В конце Концов Держаться В кадре Вот Если Мы Говорим Об Инстаграме Как Ты Рекомендовала Вообще Вот Человеку Себя Подавать Как Это Вести Вот Есть Популярнейшие Вопросы Разделять Ли Страницу Бизнес Например И не Бизнес Это Ужасно Как Часто Писать На своей Личной Странице О Бизнесе Да Потому Что Мы Тоже Знаем Очень Обидно Бывает Я У Меня Больше Всего Лайков Собирает Фотография Моих Детей Да То Стоит Мне Выставить И мой Собирает Куча Лайков А мой Огромный Шикарный Пост Которым Я Пытаюсь Людей Пнуть Разбудить И сделать Что-то Он Собирает Меньше Отклик И Опять Таки Как Только Ты Говоришь О бизнесе О своей Вечеринке О своем Платье Это Тоже Мы Видим Такое Некое Понижение Давай Поскольку Ты У нас Самый Большой Профессионал Среди Нас С Большим Количеством Подписчиков Есть Факты Поэтому Давай Ты Расскажешь Свою Позицию Мнение На самом деле В твоем Вопросе Был уже Ответ Потому что Нужно Всегда Учитывать Особенности Времени Сейчас За последние Два года Да и вообще Наверное В инстаграме Это было Всегда Но сейчас Прям особенно Ярко Можно увидеть Что Больше всего Лайков Набирают Голые Задницы Грудь Котики И еда Ну в принципе Это естественно Очень И это нужно Учитывать И дети Дети Безусловно И мне очень нравится Что инстаграм На самом деле Становится все более Более семейным И в этом Есть тоже Своя прелесть Эти особенности Нужно учитывать Но самое главное Что я считаю Что мы сегодня Живем во времени Такого Как же это сказать Вот когда Время личности Когда все Идут только за личностью Все равно Что ты делаешь И как ты делаешь Если ты личность То за тобой Хотят идти И когда Идет вопрос О том Что разделять Работу И там Личную страницу На сегодняшний день Никто не идет За страницами Одежды Сумок Цветов Каких-то предметов Всем нужно Чтобы была Личность За которой Хотелось Идти Следовать Подражать И так далее То есть у нас Некий такой Культ личности И если Это разделять То тогда Во-первых Нужно делать Двойную работу Потому что Нужно и как личность Себя Во-первых Сделать Уметь Подать И сделать так Чтобы всем было интересно За этим следить И нужно будет Как-то тянуть За собой Свой бизнес Любой свой продукт Потому что По сути Все будут все равно Тянуться больше К личности Всем хочется поговорить У нас вроде бы Столько соцсетей Мы сейчас все такие Соушал А на самом деле Мы все сидим Все время С друг другом В телефонах И закрываемся Как будто Мир превратился В сплошной клуб интровертов И поэтому Мне кажется Что здесь Очень важно Понимать Что твой бизнес Должен быть Частью твоей жизни И частью тебя То есть Ты должен быть Во всем Что ты делаешь На сегодняшний день И это очень круто Мне например Это нравится Потому что Это заставляет Тех людей Которые раньше Могли что-то Хорошо делать Но при этом Абсолютно не заботиться О том Какой я месседж Передаю людям Что я себя представляю Вообще Могли забивать На это все И просто Что-то хорошо делать И вот оно шло Потому что спрос был маленький На сегодняшний день Нужно быть личностью От и до Нужно заниматься Своим развитием Иначе никому не будет Интересно Что ты делаешь Так ну что Посмотрим Что у нас Через неделю Произошло Ту-ду Ремонт готов Та-дам Улыбаемся Я сразу вижу Кто здесь живет Михаил Так ну как Здесь жить Полы сняты Плиточку сняли Подоконники Красивые Подоконники Необыкновенные Там даже есть Мне кажется Ну посмотри Вот эта стена По кирпичу Она очень даже Ничего Да Мне вот даже нравится Вот эти все кратеры Очень красиво Кратеры необыкновенные Ну скажи Там вот большая щель В стене Там Между двумя стенками Ничего страшного Там большая щель Мы ее заделаем Вот И вот эти вот Смотри Мне не нравятся дырки Ну естественно Этот верх Ужасный Который Когда Что было Где мы запихали Там наверно Надо делать Будет Стукатурку Так Я предлагаю Сейчас На данный момент Мы сейчас Разведем электрику Ее сделаем Открытую Мы видим Розетки Как у нас По плану Сделаем Выводы На лампы На люстры И С этой стеночкой Мы ее пока Оставляем Мы ее потом Покрасим В какой-нибудь Яркий цвет Как он Тебе приснится Как твои штаны Нет Ну Мы же решили Отвок с ее уйти Значит Какой-нибудь Может быть Вообще Какой-нибудь Грандиозный Бордовый Бордовый Нет Бордовый Нет Желтый 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 я люблю Вот Солнечный Значит Обсуждение Закончилось На цвете Так Что нам делать С подоконниками Значит Вариант А Оставить Как есть Оставить Как есть Нельзя То есть Это нужно Или разобрать Найти Какой-нибудь Старый кирпич И сделать его Простой Кирпичная Как выкладочку Вариант Б Можно сделать Деревянными Как Наш Стол Так Какие же Кстати Можно поговорить Об этом С ребятами Может быть Они нам Как наш Стол Сделают Такие Подоконники Да То есть Сделать Замеры Посмотреть И Ну конечно Дерево Будет Вообще Хорошо Смотреться Вот Что мы Делаем Вот с Этими Откосами Слушай А тебе Они Не нравятся Мне Вот они Обще Нравятся Вот такие Вот Ужасные Да Мне кажется Так прикольно Что они Такие Ужасные Главное Чтобы Кирпичом Не трябило Ужасные Но добрые Внутри Домик Для Крысы Ну Это Мы Оставляем Это Будет Тогда Можешь Деньги Складывать Если У вас Здесь Лишние А что Мы Будем делать Вот этими Трубами Так С трубами Что мы Делаем Мы Оставляем Мы Покрасим Черный Цвет То есть Это Будет Элемент Нашего Декора Да Это Будет Элемент Декора Сам Мебель У нас Метал Дерево Метал Черный Трубы Покрасим Черный Сейчас Узнаем Если Вообще Это Ну Как бы Реально Потолок Хороший Даже Как-то Повыше Стал А мы Пробили Там Бабушки Громко Кричали И мы Шваброй Подбивали Но в общем В жилом доме Конечно Делал такой Ремонт Это Очень Непросто К нам Приходили Все Жеки Помощники Жеков И прочее Бабушки Сказали Что тут Все Выломали Несущие Стены Ненесущие Все Поломали Бабушка Показала Что Ничего Нет А где наши Полы Кстати Сегодня В обед Сандра Зарядила Машину Мы ожидаем А когда мы Стены Будем Я хочу Так Увидеть Как Могут Выглядеть Стены На Какой Это Кусочек Пробуем Берем Грунтовку Делаем Смотрим Принимаем Решение И все Можно жить Девочки Давайте Усложнюю задачу Давайте Уже Подосложней Представим Что есть Инстаграм В котором Есть я Вибратор Личность И есть Мой Инстаграм В котором Есть я И Они знают Что я делаю И вопрос Вот Если Уже Это Все Сознано Делается Колоссальная Двойная Работа Вот Как Вы Считаете Что На Кон Ставить Дальше Соединять Их В один И делать Магазин Перемешку Со Своим Личным Инстаграмом Или Все Таки Разделять Дальше Смотри У тебя Отдельный Магазин С Магазин 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 То есть Нужно Понимать Что Если Мы Соединяем Господи Прости Мам Не смотри Это видео Вибраторы Красивую Девушку Я не знаю Личную Жизнь Семью Детей Я не знаю То Вы же Понимаете Что Это Изначально Очень Специфическая Тема И Это Очень Странно Да Это Очень Дико И То есть Можно Или Собрать Подписчиков Как раз За счет Этой Дикости Потому Что Будет Странно И Все Будут На Партнерами Потому Что Именно За счет Того Что Люди Не Говорят О Сексе Она Ей Не Хорошо Ему Не Очень Хорошо И Вместе Что У них Не То Появляются Вот Эти Походы Налево Направо И Далее И Далее Девочки Очень Многие Тоже Не Понимают Себя Да То Они Считают Там У Нех Есть Некий Прототип Или То Что Они Чувствуют Они Считают Что Это Нормально Например Там Частые Проблемы У Меня Нет Оргазма Или Я Фригидная Я Буду Делать Вид Поэтому Юлька Делает Очень Класс Я Очень Хотела Чтобы Ты Позвала К себе На Девишник Я Не Приду Ты Посмотришь Просто Посидеть В сторонке В очках И Послушать Она Действительно Очень Круто Подает Дело Не В очках Дело Я общаюсь Со своими Одногодками Девочки Не знают Даже Элементарных Вещей Чего Я Хочу В жизни Им 24 Года Они Не знают Чего Они Хотят То есть Нет Интересов Нет Понимания Кто Я Амбиции Мотивации Ни черта Ничего Нет Но Мы Должны Решать Проблемы С партнером Для того Чтобы Решать Проблемы С партнером Надо Сначала Стать Наверное У нас Вопрос То есть Нам С Юлькой За 30 И наша Аудитория И у нас Очень Кстати У Юли Очень много Клиентов Которым За 40 Хорошо За 40 Но вы же понимаете Что эта аудитория Это не самые активные Пользователи Как ютюба Так и инстаграм Знаешь На удивление Сейчас их Все больше Их больше Это правда Есть такая тенденция И это хорошо Но цифру Делают все равно Дети Все равно Делают тинейджеры И как бы мы ни хотели Качество Аудитории Тоже важно И я это чувствую Даже на себе Что у меня Допустим Не миллион Подписчиков Но из-за того Что у меня Качественная аудитория Рекламодатели По-другому На меня смотрят Нежели Даже на некоторых Блогеров У которых Миллионы Но это все Дети Совсем дети Но Будем честными Цифру делают дети И если мы говорим Про более старший Контингент То тут не должно Быть в погоне За числом Подписчиков И вообще За какими-либо Цифрами Потому что Это не имеет Никакого смысла Тогда Во-первых Вы это не сделаете Быстро А во-вторых Ну это все равно Будет не та аудитория Которая активная Они даже если есть Они не лайкают Они мало комментируют Нам главное Чтобы они покупали Да То есть по сути Главное Чтобы вы Надо определиться Изначально Вот видите Мы пришли к тому К чему должен Каждый бизнесмен Приходить в самом начале Но приходят все Потом уже Это цель У нас цель Стать популярным Человеком Или у нас цель Продать много Или у нас цель Просто заниматься тем Что нам очень нравится Я думаю Что цель должна быть Стать популярным Человеком В своих Необходимых тебе Кругах И много продавать Вот знаешь Иногда Даешься диву Я когда-то Много лет назад Была в шоу-бизнесе В женской группе Так Я была там Потому что я страшная Хотела быть популярной Известной Да Я попала в 19 лет Провела там Какое-то количество лет И когда я оттуда ушла И начала заниматься бизнесом Я вдруг стала сталкиваться с тем Что люди Ну не даст собрать Моя подруга Что люди стали подходить Где-то на улицах На мероприятиях Фотографироваться Там Вызывать восторг То есть Ты тоже сейчас С этим сталкиваешься Когда ты идешь По торговому центру Обязательно кто-то подойдет К тебе Обязательно То есть И казалось бы Там ты не суперстар Вроде бы Да Но в то же время Мы уже Ну когда ты интересен В чем-то Определенной аудитории Мало того Они не просто хотят Сфотографироваться Как много писем Мы получаем Да Со словами искренней Благодарности Свои истории Где она рассказывает Что твое видео Изменило ее жизнь И помогло И вот это круто Конечно Это мега круто Поэтому мы Так или иначе Совмещаем эти вещи Просто в своих кругах Рядом может стоять Маша Которая скажет Кто Какая Диана Да Что Ну вот Да я знаю Я на вас подписываюсь Я уже Вы меня как рады Да Вот Но поэтому Я и говорю Что если вопрос Про то Как набрать эту аудиторию Большую Какую-то цифру То здесь Не должно быть Этой целью Потому что Тогда Можно потерять Качество Той же аудитории И нужно понимать Специфику Именно Своих Вот потребителей Потому что У меня Например Девочки Тоже Бывают Кстати У меня Начиналась История С того Что У меня Было больше Именно Подростков Я специально Делала Все Для того Чтобы ко мне Подтянулась Аудитория Постарше И это Интересный момент И вот Все Кто сейчас Начинают Определитесь Сразу Какую аудиторию Вы хотите Привлечь Потому что Кому-то Нравится Допустим Приходить На фан Встречи Когда очень Много Детей Которые Кричат Тебя Обнимают Искренне И так далее То есть Потом Они вырастают И им становится Интересно Что-то другое Но тем не менее Они делают Хорошую активность А кому-то Например Мне Интересно Приходить На встречи И ко мне Приходят Взрослые Девушки Женщины С детьми И я с ними Общаюсь Потому что Каждая из них Личность И они Действительно Мне интересны Все И тут Обязательно Нужно Поставить себе Этот вопрос Кого Я хочу Видеть Своих Подписчиков Если вы Занимаетесь Бизнесом То вопрос Очевиден Вы должны Видеть Своих Подписчиков Тех Кто у вас Будет Покупать Ваши товары На что Как ты считаешь Должен быть Готов Человек Он не занимался Блогерством Ничего У него Этого не было Он считает Что блогер Это отдельная Профессия Мой бизнес Здесь не при чем Мы говорим О том Что блогер Это уже Просто человек Который Все продается Через личность Как сказала Диана На что Он должен быть Готов Когда он Все-таки Понимает Что да Мне нужно Развивать Свой личный Бренд Я Блин Этого Никогда Не делала Как теперь Должны Измениться Завтра Начинаю Вести Свою Инстаграм К тому Что нужно Хорошо Выглядеть К тому Что нужно Быть Профессионалом В чем Либо Можно Даже Просто Красиво Уметь Разговаривать Этого Достаточно Часто В соцсетях Нужно Постоянно Предлагать Что-то Новое Это значит Нужно Работать Над собой Колоссальное Количество Времени И Если Говорить О личном Бренде То Что такое Бренд Это же Что-то Особенное Всегда То есть Ты Пытаешься Все время Выделиться И С личностью То же самое Происходит Чтобы стать Брендом Нужно Чем-то Отличаться От других Людей И Придется Найти Это в себе Придется Раскопать И придется Понять В чем У меня Пробелы Над чем Мне нужно Работать Заниматься Будь то Речь Будь то Внешность Будь то То что Просто человек Не эксперт Ни в чем Потому что Экспертность На сегодняшний день Тоже очень важна Даже блогеры Вроде бы Все блогеры Все о чем-то Рассказывают Но если Присмотреться Топовые блогеры Это всегда люди Которые в какой-то теме Скажу сленгово Шарят на все Сто процентов И это так Поэтому придется Стать экспертом В какой-то теме Если до этого Вы ничем не увлекались Я занимаюсь Стройматериалами К примеру Да Я думаю Блин А что мне писать Мне Как человек Обычно реагирует Мне что теперь Юля Писать о стройматериалах Кому нужны Эти смеси Я бы делала Купальню Эти сиски И попа Пошла бы С этим вибратором В бетон И что-то делать Так Ты говоришь Как сакс-блогером Диана Как приличная девушка Я не думала Что в стенах Моего шоурума Которому неделю Будут слушать Такие фразы Неожиданный поворот Так Ребят К нам Сегодня пришла Посылочка Такая вот Маленькая Машина Приехала Прямо Из Запорожья Откуда Сандра Вы же помните Сандру Передала нам Это наши полы Это то Что будет Нашими полами Это грунтовка Которую мы будем Тестить Магнус Грунт акриловый Будем тестить Для того Чтобы сделать Наш кирпич Красивым Как вы помните Сандра Рассказывала О носороге Вот мы посмотрим Насколько У нас все получится Это будет Наш первый тест С полами Вернее Первый тест Сандра Надеюсь Мы не провалимся Так что Начинаем Уже Отворить Может быть Еще не совсем Красоту Но уже Красоту Хочется Чтобы ремонт Поскорее Закончил Как подавать Вот такие Нестандартные вещи Но когда ты хочешь Об этом говорить Что бы ты писала Как бы ты об этом Упоминала Я вам так скажу У меня мама Блогер в фейсбуке Очень известный Дошло до того Что ее пригласили Благодаря тому Что она писала В фейсбуке Статьи Ее пригласили В Верховную Раду Помогать продвигать Законы по алиментам Мою маму Недавно Попросили писать О теплицах То есть Ее заказали Как копирайтер Писать о теплицах Если бы вы Почитали эти статьи О теплицах Вы бы офигели Как это смешно И оказывается Что это вообще Интересная тема Потому что я до этого Я когда узнала Что она будет писать О теплицах Ну я поржала Говорю Ну молодец Хорошо Хоть заработаешь И она настолько Это круто подала Это так интересно Читать Как будто какую-то историю И ты вдруг понимаешь Что тебе интересны Теплицы могут быть Поэтому все зависит От подачи И все зависит От того А если не умеет писать Ну вот все-таки Займите человека Который вам будет писать Вот следующий вопрос Ты нормально относишься К тому Если личную страницу Личный бренд Ведет чужой человек Да Раньше я бы сказала нет А сейчас да Потому что Например у меня Никогда не было Такой проблемы Я с детства Очень хорошо писала Поэтому у меня Всегда тексты Которые я знаю Что во-первых Они грамотно написаны Во-вторых Людям нравится читать Это можно по отзывам Посмотреть Но у меня есть Несколько примеров Когда мои знакомые Пытались делать Свой личный блог Даже в том же инстаграме И когда они писали Вроде бы ты знаешь Человека Он прекрасен Он интересный Он харизматичный Но он не умеет Излагать свои мысли Письменно Это нормально Это не дано каждому И когда ты читаешь А там три ошибки В двух предложениях Когда там просто Ты не понимаешь Чем человек хочет сказать Или он просто Не может даже Ни о чем сказать Он не знает Что нести То мне кажется Лучше нанять человека Который будет это делать Классно Чем Ну просто Давай этот алгоритм Разберем Потому что я уверена Что эта тема Очень популярна Среди людей Да Значит Инстаграм Это не только тексты Это еще и фотографии Да И это какой-то Определенный контент план Если кто-то За это отвечает Вот давай представим себе Такую историю Что я ноль Не умею нифига Я с тобой встретилась Даже нет инстаграма Вот Ну да Я например Встретилась с тобой И ты предоставляешь Такую услугу Что тебе от меня нужно И каким образом Это будет происходить Потому что Нам получается Или нужны какие-то фотосессии Или я должна тебе Предоставлять эти фотографии Какую-то информацию Вот как человеку взаимодействовать Он готов Он готов платить за это Но он ни хрена в этом не понимает Я могу об этом рассказать Только потому что Например Страницу моего бренда Ведет девочка СММщица Которая делает мне И контент И пишет Там Делает подписи И как мы с ней работали Для меня это тоже было сложно Потому что Я привыкла сама писать И как я делала Вот у меня есть фотография У меня вдохновение некое Я пишу Ну как бы я пишу там даже Наперед посты Но это все от меня исходит Поэтому ты понимаешь Что ты никак это не передашь Другому человеку И для меня тоже была дилемма Когда она пришла Я говорю Вот я тебе отдаю инстаграм Она говорит А что писать И я на нее смотрю И понимаю Что я не знаю Что сказать Как ей объяснить Что мне нужно Поэтому что важно Во-первых Весь материал фото Я контролирую сама То есть допустим Если раскладки Я прошу делать ее То весь контент Именно фото Который там Где я в этой одежде Или там другие девочки Это все организовываю я И контролирую Чтобы картинка была Именно так Как я хочу ее увидеть Что касается текстов Она мне просто делала Примеры разных Во-первых Я сказала Что я хочу супер девчачьи посты Во-вторых Я скинула ей референсы Всегда есть референсы Вы не будете все равно Одним единственным человеком Который пишет О своей бизнесе Вот Когда я ей скинула референсы Это очень сильно помогло То есть она сразу подхватила Что я имею в виду И потом Это методом Любимым методом тыка Она мне присылала эти посты А я говорила Здесь я хочу это А здесь больше этого Того И буквально через месяц Вот такой ежедневной работы Вот на сегодняшний день Могу сказать Что она пишет сама И очень редко бывает Когда я что-либо исправляю И ощущение Что это пишу там Отчасти я Потому что это в том же стиле В том же ключе Позитивненько Там по девчачьему И так далее Поэтому это все вырабатывается Но для этого Нужно прям это каждый день делать Потому что Как любой навык Он приобретается Только благодаря практике То есть вы должны Найти человека Который вас понимает И близок вам по духу Нельзя просто позвонить Сейчас СММщик Каждый второй Я вам так скажу То есть если вы боитесь Что вы его не наймете Вы наймете человека За 5 минут в интернете Но вы должны посмотреть Как он пишет Вы должны с ним встретиться И чтобы он был Как бы с вами на одной волне Тогда он поймет Что вам нужно В каком настроении В каком ключе Ну и конечно Человеку должна быть Интересна тема Потому что Теми же теплицами Или стройматериалами Ну не каждый сможет Об этом писать Тема личного бренда Она ну как бы Без темы Она личный бренд И тут видимо Должно быть еще Очень много общения Всегда можно сделать Да И здесь всегда можно сделать На что-то акцент Например на моду На стиль На то что ты мама Женские темы Это же вообще Это всегда идет Инстамамы Этого в реальной жизни Почему потому что Да у меня например Есть помощница Но мой образ жизни Когда у меня Масса мероприятий Встреч Каких-то публичных выходов Там работа на телевидении И так далее Она мне позволяет С собой постоянно Носить скажем так Человека Который ходит Там мне снимает Там сториз Или мне там Фотографирует Делает какой-то материал Но как в реальной жизни Это сделать Я например Не смогла бы так И я более того скажу Если у меня какая-то Неделя не такая активная Я там все время В цеху зависаю Или вот здесь В шоуруме Я не готова Чтобы со мной Все время находился Какой-то человек Поэтому мне легче Делать фотоконтент Самостоятельно Просить кого-то У меня фотографировать Самой фотографироваться И так далее Но писать Всегда можно сделать На какую-то тему Акцент Ведь даже если Ты продаешь Какой-то продукт Это же продукт С какой-то определенной темы Так сделай это Своей темой Почему нет Тут видите У нас с вами Такой разговор Трех все-таки Людей Блогеров Которые умеют Снимать Писать Понимать Вот И врубаться Как это должно быть Поэтому Я думаю Что сейчас главное Что они поняли У них у всех истерика Кто это никогда не делал То есть ребята Это все сложно Это нужно изначально понимать Это работа Можно писать Нет Можно абсолютно все Но это не так просто Как вам кажется Потому что у многих Знаешь Они воодушевились Они взяли Типа Я теперь блогер Два поста сделали И умерли То есть вы должны понимать Что работа над личным брендом Это работа И для того чтобы Ваш ютюб Неважно Ваш бизнес Ваш личный бренд Развивались И все это приносило В результате деньги Нужно фигачить Это не так Что задней Левой Что вы думаете Айгитиви Это жмет ютюб или нет Ну пока что У меня есть Большие сомнения По этому поводу Да Но пока что Все очень вражески Восприняли этот айгитиви И я тоже Если честно Слишком много Мне кажется Что уже пошел перебор С инстаграмом Потому что Получается Что он хочет быть Таким монополистом Забрать вообще Все на свете Но по сути Людей это тоже напрягает Потому что Ты заходишь в инстаграм Ты уже не знаешь Куда тебе зайти Или на фото Или сторис Или айгитиви Тебя начинает просто давить Вот это количество информации И контента И мне кажется Что он может и не сработать Поэтому я на него Большие ставки не делаю А как ты рекомендуешь Постить часто На своей странице Сколько сторис Выкладывает У меня нету такого Вот меня прет Например Я выставляю много сторис В день И сколько бы ни говорили Что нельзя много выставлять Много пунктирной линии Всех песен У меня смотрят Каждую сторис У меня минимум 24 тысячи просмотров На каждую сторис Но у меня просто уже Это как мой стиль Люди к этому привыкли Да Это сериал бесконечный И когда я выставляю Четыре сторис Мне начинают все писать Ты заболела Что-то случилось Я думаю Боже нет Я просто не успела Записать ничего Но это здорово Это как бы Моя фишка например Я знаю людей Которые делают мало сторис Но они крутые Ты смотришь И тебя все время Ты ждешь каких-то новых Что касается постов Тут да Регулярность важна безумно Хотя бы один пост в день Он должен быть каждый день Иначе Это будет провал Потому что сейчас Алгоритм так работает Что люди Если тебя не лайкают Ты у них все ниже 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 в ленте Поэтому важно Чтобы вот все время Должно истеричить Смотри Хочу поговорить Не могу не поговорить О твоем все-таки бизнесе Да Который ты сделала Я тоже посмотрела Кусочи в каком-то видео Где ты говорила Что Если с блогерством Вдруг что-то Когда-то тебе захочется Изменить То здорово Что у тебя есть бизнес Да Давай как бизнес Понятно что тебе Ну продавать очень сильно Помогает уже Твой личный бренд Конечно Вот Ну давай поговорим Об этом как о бизнесе Можем? Да Сколько денег ты вложила Для того чтобы запустить его? 100 долларов Это было Одно платье? Это были чокеры На тот момент Когда Мне пришла в голову идея Сделать бренд В тренде В сумасшедшем тренде Были чокеры Все носили чокеры Они были повсюду Я тогда работала В Лос-Анджелесе И попала в какой-то Старющий магазин С тканями И там были ленточки И мне пришла в голову идея Накупить этих ленточек Я купила сама Вот эти вот Всякие специальные Там плоскогубцы И всякие штуки Набора для того Чтобы это делать И сама села С подругой Склепала эти чокеры Выставила их На инстаграм страницу Сказала, что их продаю И их раскупили И я на тот момент Потратила 100 долларов На вот этот 40 долларов стоил этот набор И 60 Сколько ты заработала С этого? В смысле Ну рентабельность какая была? 100 ты вложила А получила сколько? Получила я что-то Около 250 долларов А сколько подписчиков На тот момент было В инстаграме? Где-то Сейчас скажу Где-то 64 тысячи Хорошо Сейчас Релаксируйте И копите Ты вот видишь Издеваешься над людьми Сколько сейчас Вот я хочу сейчас понять У тебя сейчас прибыльный бизнес Или в окупаемости? Вот шоурум ты только открыла Но одежду Шоурум неделю назад открыла Поэтому я сейчас Что ты через интернет Сколько продаешь времени? Второй год Второй год Это сейчас окупаемая тема Да Я с первого месяца Я была в плюсе И у меня ни разу не было минус Сколько в среднем Чистых денег у тебя остается? Можешь так Плюс-минус хотя бы Я скажу так Что мне довольно-таки Сложно сказать эту цифру Потому что все Что я зарабатываю Я все все равно вкладываю Понимаю Но все равно ты понимаешь Что у тебя достается Какой-то Никто из предпринимателей Они любят об этом говорить Но тема одежды Очень популярна И очень многое Среди наших зрителей Кто этим занимается Вот я хочу понимать И чтобы люди понимали Что с учетом твоей аудитории Твоей известности Твоей работы над своим именем Сколько ты все-таки Плюс-минус Это тысяча долларов Три тысячи пять Это полторы тысячи долларов Вот Да То есть полторы тысячи долларов Денег, которые ты как бы Могла забирать Но понятно, что ты все это инвестируешь Да А количество единиц В месяц Которые вы продаете При этом Сейчас скажу Количество единиц Ну где-то Сейчас я посчитаю Около пятидесяти-шестидесяти единиц Вот так Но у меня Во-первых Сегмент Ценовая политика Масс-маркета Пока что И я хочу сказать Что по мне Нельзя ориентироваться Даже учитывая моих подписчиков Потому что я могла бы Зарабатывать больше Но Я не умела шить Я ничего не понимала В том Как составляется коллекция И вот эти два года Я потратила на то Чтобы вообще В принципе Научиться продавать И что-то из этого Делать и получать Это абсолютно нормально Просто Ну я думаю Что это для многих Будет интересно Мы обязательно Оставим ссылочку внизу И на Диану На ее магазин Обязательно зайдите Посмотрите Может что-то прикупить Почему нет Но так получилось Просто что Мой бизнес В принципе Это бизнес Который построен На поисковой системе Google Потому что я вообще Ни черта не понимала Что и как делается Когда я шила Первую футболку Я никогда не забуду Этот ад Просто ад Я не знала Что пошить футболку Это не просто Позвонить Сказать Мне столько-то футболок Белого цвета Вот с такой-то надписью Что это надо Все мерки прислать Что это нужно Каким-то образом Понять Нарисовать И так далее То есть для меня Этот процесс Действительно был странным Я никогда Этим не занималась И вот я сейчас Только пришла к тому Что спустя два года У меня осенью Точнее в августе Потому что нужно Заранее выпускать коллекцию Я об этом все знаю У меня выходит Осенняя коллекция Уже полноценная С нормальным количеством Вещей Которое должно быть А не так Как я каждую модель Отшивала По 10 единиц всего И постоянно Ты в этой ужасной погоне У тебя все раскупили Она-то новая А тут можно лучше А тут швей надули А тут там тебя кинули И так далее Добро пожаловать в бизнес Да И ну действительно Блог проще Правда? Рекламу интегрировал И спокойненько живешь Не согласна Вот здесь я не согласна Потому что Все говорят все время О том, что Блогерство Это очень просто И это Не, ну не просто Но когда ты уже В этом соображаешь Мне, например Гораздо проще Где-то выступить Получить свой гонорар Чем, ну я к примеру Говорю Чем заняты чем-то Сам процесс проще Конечно Он достанет и не уйдет Он уже стоит На треноге На карточку Люди могут Персонал может менять Да, конечно Процесс Процесс Естественно проще Но есть разница Между блогом И бизнесом Во-первых Мне очень нравится Этот процесс Даже несмотря на эти все нервы Конечно Я кайфую от этого Во-вторых Я понимаю Что это что-то Это некое дело Которое Во-первых Меня развивает Как личность В том числе И помогает мне Конечно И более того Это нечто Что не зависит От того Сегодня Инстаграм Запустил IGTV А завтра Он закрылся Потому что Купила другая компания И вдруг Все накрылось И у меня есть Некое дело Которым я буду заниматься И смогу передавать Грубо говоря Своим детям И это может быть Семейное дело Я думаю Что через пару лет Обязательно Снова встретимся И я посмотрю Что ты будешь Об этом говорить Просто интересно Очень многие вещи Меняются Что на сегодняшний день У тебя Самым прибыльным является Что тебе больше всего Денег приносит Какое направление Мой блог Именно ютуб Или инстаграм 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 Да Инстаграм Но вообще Мне повезло Что у меня в совокупности Есть и телевидение Где я работаю ведущей И ютуб канал У меня тем более Два канала И лайф И мой фэшн канал И на данный момент Я наконец-то чувствую В себе силы Что мой бренд Наконец-то Мне будет приносить деньги Потому что я набила Настолько много шишек и синяков Что они все Валятся всех сторон И заставили меня Найти эту волшебную мазь Благодаря которой Я смогу Себя исцелить И наконец-то Получать нормальный доход А не все время Вот это вот Крутиться Ну видишь Ты молодец То что ты Во-первых Покрутилась прилично Во-вторых Крутиться придется Просто будут уже Другие вынаграждения Да, конечно, безусловно Я не могу не задать Конечно попсовый вопрос Который просто Будет всех интересовать Большие марки Такие как там Живанши, Ланком Которые сейчас Очень активно Они все-таки Платят деньги Или просто дают Продукцию свою Они платят деньги То есть А продукцию тоже дают? Да Да Вот видите Как они бывают Не все Не все марки Но допустим Одну из которых Ты назвала Да Она и платит деньги И продукцию То есть Это не только свитшот А свитшот и деньги Так что Поснимай Да А я, кстати Ты знаешь Я сейчас делаю Ремонт в офисе У себя И у меня Ну на данный момент 90% моего ремонта Делают компании Наши украинские Разные Которые участвуют В этом процессе И которые дают Свой товар Да Взамен на то Что мы об этом Рассказываем Говорим Я, кстати, тоже вижу Тут некоторых товарищей Вот знакомых И Одна девушка Ну в инстаграме Очень много Когда я только Об этом сказала В инстаграме Стало очень много Людей писать И Ну некоторые Такие смысли Типа Ну на каких-то Рекламных условиях Ну что вы там Давайте Вы начали мне продавать А одна девушка Мне написала И я говорю А я уже так устала Знаешь За день пришло 150 тысяч Этих сообщений И я говорю Мы работаем Только по бартеру А она мне говорит Нет, я понимаю А сколько я вам еще Должна буду заплатить Я говорю Какая ты умная Говорю Тебе сегодня Со мной повезло То есть есть люди Бартеру я купила Потому что Испытываешь Неимоверное давление От того Что ты Кроме того Что ты Два месяца Просто здесь жил И пытался Это все построить И собрать Потом тебе надо Еще каждый уголок Отработать И потом тебе надо Сделать фото С каждой вешалкой С каждым диванчиком С каждой вообще Вещью И это настолько Иногда Просто задалбывать Понимаю Да Что мне было легче Купить И реально Мне сделали даже скидки Например Вот вся мягкая мебель У нас Фабик студио Это украинский бренд Который Немоверно круто делает Реставрировать мебель Да, я знаю Да, они классные Вот Они сделали мне Очень хорошо скидку Но при этом Я счастлива Что я все это купила И я могу спокойно На этом сидеть И каждый раз не говорить Что а это Такой-то бренд А это Такой-то А вот тут Я тоже Это этот бренд То есть я спокойно Поставиваю Я понимаю Что это куплено За мои деньги И вот тут Вот тоже такой момент Что все А я все по бартеру Все по бартеру Поверьте Когда ты начинаешь Понимать Что все можешь Зать бесплатно Даже одежду тоже Да, мне присылают Огромное количество Одежды на самом деле Но я так кайфую Когда иду И покупаю И мне не надо Обязательно сделать 20 фотографий Выставить их в инстаграм И подписать А еще потом пишут Слушайте после Да, да Это ужасно все Ну то есть я Я вообще в принципе Подарки не понимаю Я всегда очень жестко Оговариваю Что я могу Что я не могу И я на самом деле Вот у меня в инстаграм Детям очень много Присылают одежду Но я всегда говорю о том Что я не беру деньги За это Ну потому что я все-таки Считаю себя не блогером Но я говорю Что я напишу честный отзыв И если вы готовы К тому что Если ваш товар Мне не понравится Я напишу об этом То присылайте Если вы в нем уверены То замечательно Тогда мы будем это говорить Потому что это тоже Очень важный момент Ведь есть кредит доверия аудитории Либо мы добавляем Фразочку на правах рекламы И имеем всех в виду Либо же мы своей аудитории Не можем врать Я не могу им сказать О том что это очень классно Если это все разлезлось Мне если что-то не нравится Я просто изначально Это не надеваю И не ношу То есть я могу вернуть обратно И все И сказать спасибо большое Но не надо Потому что Опять же доверие аудитории Это очень важно Потому что потом ничего Не то что даже не продастся Но просто репутация твоя Она Конечно Все будут знать Что это просто рекламная девочка Да Тебе надо брать вибратор Идти работать Почти три Мы сказали это слово еще раз Спасибо вам большое Такого у меня точно здесь не было И не будет Спасибо тебе большое Спасибо вам Я думаю что это будет интересно Послушать Еще раз переслушать Посмотреть И понять что Над личным брендом работать нужно Над всем в общем-то Над бизнесом работать нужно Но ничего простого не бывает То что вам кажется Что какая-то девочка Припевочка Которая сидит Что-то пишет И ей на шару футболки дают Вот То Это абсолютно неправда Работа и труд колоссальный Ты трудяга Спасибо большое Как старшая подруга Могу сказать Что ты умница И эти твои 24 золотые просто Не представляешь Что там будет с тобой дальше Ты крутая Спасибо большое Вот Умница Просто аплодирую стоя Очень здорово Что у нас молодые девчонки Боже мне ужасно говорить эти фразы Но все равно Никуда от этого не деться Знаешь Иногда когда ты смотришь вокруг Тебе кажется Что осталось все только надутое Силиконовое И наших девочек Ничего не заботит Кроме как Новый нос И на пластики Да И так далее И так далее Вот ты мне тоже Опять-таки Не так много честно скажу Смотрела Но твои фразы Вроде того Что харизма куда важнее Чем горбинка на носу Вот это действительно Абсолютно правда Поэтому лучше берите пример Особенно молоденькие девочки Вы же тоже смотрите У меня кстати есть много девочек Даже которые в школе ходят И которые хотят развиваться Вот лучше смотрите Диану Смотрите на такой пример Вдохновляйтесь И понимайте Что в 24 вы уже можете состояться А не думать о том Чтобы когда-то Но если вам 45 55 или 90 Тоже не отчаивайтесь Вы тоже можете состояться Пока вы живы Трудиться и трудиться У нас прямо с вами Такое поучительное Сегодня видео Все правильно Так вторая компания у нас Это мои друзья Вообще мне кажется Уже слишком у нас близкие отношения Началось все со свадьбы Я делала свадьбу Алене И потом в общем у нас все так Это дело У нее сейчас уже много лет Свадебное агентство Короче уже всего много Компания Ромб У них находится производство В Черкассах Алена Ну муж Рома Он занимается кстати Дизайном там Каким-то интерьером У них два направления И они изготавливают мебель Но мебель Скажи какая классная Слушай стулья Меня покорили Я даже не ожидала Что это производство Украина Так это не они Сейчас Это мы расскажем Вот Да Очень красивые Интересные опоры Цвет материала Можешь поменять Большая дама Они похожи Очень классно На Италию Но я жду Не дождусь Когда они приедут И посмотреть в них Потому что на картинке Это шедевр Серьезно Потому что со стульями Всегда большая беда В Украине Их найти Потому что не было Производства Я помню Да То есть стулья Это или там В Скандинавии Или Италии Мы заказывали По полторы тысячи евро Я помню Стоимость стартует Там 400-500-600 евро Это средняя Такой более-менее класс Там коллигарис 300-400 Но опять За стол тебе Нужно все равно 8-10 стульев Если ты умножаешь На 400-500 евро Уже стоимость Конечно Ну фантастическая Поэтому На картинке Стулья вообще Бесподобные Мне кажется Ребята на выставке Выставлялись Вообще Рома делает Он такой Очень стильный Сам по себе И делает потрясающие вещи Я видела уже У Алены в офисе Стулья Короче Я очень рада Что они у нас будут Супер Причем они у нас разные Да будут Ты заказала Разные стулья В разном цвете Будут И даже у меня Наконец-то Мое королевское кресло Заменится тоже Да Королевское убираем То есть мы переходим В минимализм То есть можешь показать Что этого скоро Здесь не будет Я снимаю Сторис Люди Наблюдают И смотрят Так Это кстати Наш барный Стульчик Тоже очень классный Потому что мы делаем Еще и комнату У нас очень много Съемок проходит И естественно Нам нужно Один из моментов Почему там так всего Много Это и для того Чтобы нам было удобно Снимать все время И мы могли менять Какие-то позиции Барные стулья Мне тоже очень понравились Давай перейдем К вот этой красоте Так Это один из самых Знаменитых архитекторов В Украине Который Оказывается Уже несколько лет Подписан на Ермилову Ольгу Смотрит ее Сочувствовала мне Даже Когда был Первый ремонт Выражалось Вопечатление Да Это Якуша Виктория Она Запускает Свою серию мебели Наверное Где-то полтора-два года Вот как она Начала производство Сначала это был один диванчик Один стульчик А сейчас это уже выросло В такую правильную Красивую Интересную подборку Я кстати мечтала О ее диване Когда ты вначале Мне показала Я прям мечтала Что этот диван У нас станет Я же представляла Как мы будем на нем сидеть И тут вдруг бах Диваны не производят Но диваны не производят Потому что они сейчас Еще в новой Как бы в разработке Есть сложности Огромные сложности С производством Потому что Это не всегда Так просто Как кажется Взять картинку Очень многие Есть огромные компании Которые копируют Итальянцев Скандинавов Но опять же Они копируют Уже то Что те годами Это сделали А изобретать Свой велосипед И у нас Людей еще нет Таких умных И правильных Поэтому Здесь своя структура Ребра жесткости Переходящие в это Пока это все понятие Пока она проб и ошибок То есть я знаю Что с Викторией общалась Она говорит Пока я дошла До этой идеальной модели Это был там Год потерян И 150 вариантов Отброшено Представляю Да Во-первых Чтобы ты сел И почувствовал Что это Именно То что тебе надо А не какой-то Там Не все просто так Вот да Здесь вот у нас Есть такое Двойное Необыкновенное кресло Которое будет Я уже так жду Когда оно зайдет В мой кабинет Да Вот все Ольги Два кресла Которые будут В большой зоне Стоять И Вот эти Необыкновенные лапы То есть они у нас Будут главным украшением Это главным украшением Есть два Размера Они Есть на 300 диаметров Есть на 600 То есть Такие На 600 Огромные колокола Вот в этом Черной Глиняной Такой вот Ну Нереальной Фактуре С таким еще Ободком Поэтому Как бы Наш лофт Элегантный Стильный Люди в шоке Такие черные Где фуксия Оля Оля Где фуксия Нет ребята Фуксия Все Фуксия закончилась Надоело Да Но Как бы Мы даже не брали Это обязательно Как задачу Вот эту фуксию Чтобы закончить По жизни Нет Она сама Закончилась Переродилась Абсолютно Верно Я думаю Что все Что оно Будет сейчас Новое Интересное Это Какой-то Может быть Новый старт По Развитию Абсолютно Ты знаешь У нас же Как бы все Вот Наша красивая Компания Кстати Как тебе Жалюзи Я конечно В таком Восторге Что это Пришел Сделал И повесил Ты вообще Такое встречала В своей практике Утром Позвонил Вечером Пришел Через неделю Повесил Я так редко Это встречаю В своей практике В последнее время Что вот Ну Я постоянно Расстроился Сейчас как раз Приезжаю Со встречи с клиенткой Когда у нас Есть Очень необыкновенный Мальчик Талантливый Замечательный Который берет заказ Который Как бы Читая контракт Его дает Там 21 Там 30 дней На работу Он как бы Ну Потом Месяц не выходит На связь Потом Как бы Не общается Потом Трубку не берет Потом Через 3 месяца Где-то что-то Привозит И потом Ну Как бы Расстроен Что клиент Не хочет платить А тут Понимаете Как дизайнер Как всегда Посередине Как бы Это может Более-менее У нас тоже Были Случай Когда я уже не помнила Платили мы человеку Или не платили У нас же тоже Был такой случай Когда прошел полгода Одно это Когда ты не помнишь Платили или не платили Так уже прошло Столько времени А здесь Тебе дают понять Чтобы Хотя бы Веди Какой-то Себе Урок Из всего этого Что нельзя На клиента Не брать трубку Все что угодно Напиши Умер На неделю Ушел там В запой На 2 недели Не трогайте У меня фантастический Секс Не трогайте Вот просто Когда человек Дизайнер Который выступает Переговорщиком Между клиентом И подрядчиком Попает в такую ситуацию Мне кажется Это самое Что может Худшее по жизни Быть Однозначно Я тоже И не знаешь Что там сказать И что так сказать Правду говорить У клиента Инфаркт Случается Как что Чего И почему Есть какие-то Незначительные суммы Которые Ты понимаешь Окей Ты это можешь Восполнить Не вопрос Нет А бывает сумма Которая Ты реально Нет куда Бежать Конечно Какого черта Ты должен Восполнять Такое Вот поэтому Для меня Вот сейчас Что произошло Вот это чудо Раз пришло Сделало это Возьми его На заметку Обязательно Обязательно Это Сергей Ревна волшебный Не ну смотри Какой молодец Нет слушай Класс Я же тоже Много раз Делала эти жалюзи И ну много раз Сталкивалась И постоянно Это какая-то боль Поэтому Сергей Я надеюсь Что вы Вот так будете Со всеми клиентами Абсолютно Не только с нами А со всеми Кто будет вам звонить Я вас искренне Всю жизнь буду рекомендовать Потому что Это реально круто Так Что касается Это наши кстати Полы Магнус Тут тоже кстати Интересная история Которая Уже кстати Грузит сегодня Нам отгружает Сандра Полы Да Как это называется Цемент Да Ну материалы Которые для наливного пола Просто их несколько смесей Которые Ну делаются Ну она Отгружает нам на самом деле Много разных материалов Оказалось Что Сандра тоже Когда-то обучалась У меня Свадебному искусству Вот И долгое время Как-то была потеряна связь Потому что она уезжала В другую страну работать Вдруг она приехала Вдруг она увидела шоу И вдруг она С огромным удовольствием Сказала Что выступит партнером И предоставит материалы Для того чтобы Я не оставляла белый пол Вот Чтобы сделала Она кстати увидела Этот выпуск Где Ты как раз и говорила О том Что очень хочешь Чтобы был наливной пол Вот Она тебя услышала Видишь как ты У нас кстати Будет первый опыт Потому что она призналась Что этот материал Они только сделали У нее много разных смесей Вот строительных Но этот материал Мы будем тестировать Ну мы попробуем все Тестируем Посмотрим какой результат То есть как бы Тут еще немножко времени У нас есть Поэтому Она обещает Что материал у нее Высокого качества По цене у нее Это стоит ниже Чем у более раскрученных брендов Поэтому потестим Тоже обязательно Посмотрим Так Мы планируем Где-то к первому августа У нас такая пока дата Когда мы начнем что Собирать все К первому августа Должно быть уже Самые центровые вещи Уже иметь место быть Мы будем заниматься Только декором Уже с первого Там по десятого августа Но я планирую То есть Ну как бы До десятого августа Все это должно быть Финише Но опять Если вдруг Что-то чего-то Потому что мы Это все запустили Так быстро Два дня Как поехать Два дня Как ремонт Разобрать Собрать Все это То есть Это все производство То есть Где-то что-то было в наличии Что-то уже специально делают для нас То есть Тут уже нужно понять Как бы И людей И Ну просто Немножечко подождать Супер Ребят Значит Если у вас Я не знаю Вы чем-то У нас художница еще есть Потрясающая Которая рисует нам картины Еще много есть людей О которых мы будем говорить Потому что нам делают Ну много разных Да Декорных вещей А если вы вдруг чем-то занимаетесь И сейчас вы это посмотрели И думаете Блин, ребята Я вот Вот вам не хватает Вы можете обязательно написать Можете Лене напрямую Можете мне написать Контакты под видео есть Мы с удовольствием С вами пообщаемся Напоминаю Что у нас есть Открытая позиция дивана Вот И еще Кстати Мы приняли решение Распрощаться С нашими козырьками Цвета фуксия Которые уже отжили Свои пять лет И хотим сделать Красивый фасад Возможно Вы этим занимаетесь И мы тоже можем С вами посотрудничать И совершенно Поменять облик Без фуксии Сделать что-нибудь Более стильное Интересное Поэтому Непременно нам Напишите А мы уже будем Совсем скоро Показывать вам Больше процессов Будем знакомить вас С ребятами Потому что Как уже сказала Лена Они действительно Очень классные Как люди И делают Очень крутые вещи И в общем Мы вам всем Искренне благодарны Что вы с нами Потому что Мы даже не ожидали Что нас будет Так офигенно Потом сделаем Открытие офиса И будем продавать Билеты Дорого Дорого Будем отрабатывать Гонорар дизайнера Так Ну что могу сказать Закончила только что Смотреть монтаж Сниму сейчас наушники Я от себя не слышу Мне кажется Очень классный выпуск Вот правда Друзья Классный выпуск И я думаю Что вы тоже сейчас Так думаете О чем хочу вам напомнить Ну во-первых Конечно же О нашей зажигалке Пати Которая произойдет Будет происходить Вернее 16 августа Обязательно Сделайте все Для того Чтобы туда попасть И если по каким-то причинам Вы думаете Что это далеко Ребята Недалеко К нам едет Белоруссия К нам едет Россия И я уверена Что к нам приедут Еще другие страны Недалеко Обязательно Подрувайтесь Идите к нам Если вы Не имеете средств Вот вообще Никак не можете Участвовать в нашем конкурсе Потому что Каждую неделю За самый классный комментарий К выпуску Я дарю билет Билет На зажигалка Пати Один плюс один На целых Два Их человек Двух Вот поэтому Обязательно Пишите комментарии Что вам понравилось В этом выпуске Что было классного Вот свои искренние Эмоции Чувства Если вы просто Напишите Типа Hello Это не будет считаться Также напоминаю вам О том Что вы можете Стать участником Нашего шоу Вы можете сделать так Чтобы мы помогли Вашему бизнесу Вам Дали пинок Толчок Показали куда идти Или сказали Чего делать Не стоит Для этого вам Необходимо заполнить Анкету Которая находится Внизу Вот внизу Под каждым видео Находится ссылочка На анкету Вы ее заполняете И у нас есть С вами шанс Встретиться Также не могу Не напомнить о том Что у нас есть С Сергеем Рассылка мышления Предпринимателя Которую мы с Сережей Пишем с главной целью Сделать так Чтобы ваш мозг Начал работать по другому Чтобы вы сами понимали Что вы делаете Правильно Неправильно Чтобы вы убирали От себя эти Бедные страшные Убеждения о том Что вот у вас Ничего не получится Потому что у вас Нет родителей Еще чего-то нет Нужно заменять Эти программы И тогда у вас Все непременно Будет получаться И конечно Моя главная просьба Обязательно Не забывайте Ставить лайки Нашим выпускам Потому что Иногда очень обидно Когда ты делаешь Классный контент И много людей его смотрят И ты понимаешь Что просто банально Вам лень поставить лайк Вы об этом забываете Не думайте Что это важно А для нас это важно Потому что мы По-прежнему хотим Чтобы нас смотрело Много людей Мы хотим Чтобы мышление Нашей молодежи Вообще людей Которые хотят развиваться Изменялось Чтобы вы видели Что все абсолютно возможно И для этого Не обязательно Чтобы у тебя был Папа-миллионер Чтобы у тебя был Суперлюбовник-миллионер Вообще Не обязательно Чтобы вокруг Были одни миллионеры Вы можете стать первым И если вы захотите У вас это непременно получится Поэтому ставьте лайки нам И подписывайтесь на канал Ну и до встречи в среду Следующий выпуск У нас выйдет в среду Я надеюсь Что наши мальчики Вот эти вот Успеют все сделать И вы получите Массу удовольствия И полезные для себя Рекомендации Так что до скорого Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok